Динамо довольно трусливо сыграл против Зенита. Сочи должны выйти более уверенно и показать зубы. Но это выезд, и соперник не так прост. У них с игрой все в порядке, и положительный эмоциональный фон после победы на Спартаку. Будет очень сложно их победить. Но у истинчи, я думаю, способны, и она должна быть результативной. Ротор, скорее всего, будет играть от обороны. И если у Арсенала опять ничего не получится впереди, то Ротор на быстрых атаках может что-то и забить. Но пора Арсенал проснуться, и хотя бы не проиграть последнему месту лиги. А то совсем будет тяжко в будущем. Думаю, должны быть боевые 0-0. Спартак не особо хорош в последнее время. Чего не могу сказать про Зенит. У них просматривается и мысль в атаках. И владение теперь не для галочки. А также состав сильнее оппонента и есть уверенность в обороне даже без Караваева в основе. При этом хорошая скамейка. И если они в этом матче победят, то, думаю, первое место они больше не упустят. Очень важный матч. Краснодар просто разорвал Лока в предыдущем туре. Но это, скорее всего, Локомотив провалил матч. А не Краснодар сыграл выше своих возможностей. Хотя не могу их не похвалить. Молодцы парни. Теперь Уфа. Будет непросто. Но свое поле поможет. И быки, думаю, забьют. По мячу в каждом из таймов. Химки на ходу. А Лока сильно сдает. Но не думаю, что и тут надо ставить на хозяев. Даже с проблемами Локомотива в составе, матч должен получиться интересно. И кто будет ближе к победе, непонятно. Скорее должна быть результативная ничья. Возможно, Локомотив сыграет первым номером. Рубин играет в футбол. Но часто проваливает определенные отрезки встречи. А Ахмат более сбалансирован. Но мне он с Ростовом не понравился. Отдам предпочтение Рубину. Но если он и сможет вырвать 3 очка в Грозном, то это будет очень непросто. И максимум в один мяч. ЦСКА очень хочет победить, наконец. Ростов же испытывает кадровые проблемы. И основной центральный защитник дисквалифицирован на эту встречу. Если даже и были бы команды в оптимальных составах, все равно бы поставил на армейцев. Игра более зрелая в их исполнении. Тамбов непонятно пока, что там с их ситуацией. А вот Урал победил только один раз за последние 5 игр. Очень хотят выиграть. Тем более состав неплохой. Хотя и пропустит матч по Гребнякам. Игра есть местами. И первым номером действовать умеют. Склоняюсь к их победе где-то в один мяч. Субтитры создавал DimaTorzok